МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я знаю немало историй, которые вас потрясут. Со временем я их представлю на ваш незатейливый суд. Видала я столько диковин, покуда искала себя, что стыдно предать их забвению богатство такое губя. Могла бы начать я с русалок, и было бы что тут прочесть, а также среди привидений достойные личности есть. А лешие, а домовые, а дном, что бодрой толпой шныляет у нас под ногами, а мы их считаем крупой. Но выбрана я для начала особо загадочный вид созданий, чья линия жизни воистину вас удивит. Я вам расскажу о поэтах. И будете удивлены, о них вы наслышим из сказок, но только не с той стороны. Поэты – друзья человека. Они стерегут его дух, и пищу духовную рыщут, Имея породистый нюх. Выходят они на охоту, Не зарясь на жирную дичь, А ради возвышенной страсти Людское призвание постичь. Вгрызаясь в застывшую форму, А также в бесформенный прах, Волненья, бессмертную живность Вам тащат поэты в зубах. И древности вечную свежесть Вам тащат поэты рыча, Чтоб вы не забыли, Откуда идете трепьем хлопача. О да, они дремлют на крышах Миров, недоступных для глаз. Но разве же стая поэтов От сыпости там раздвиглась Бессонно чутье их святое, И брошен на все существо Связать ваши зримые жизни С незримой причиной всего И старшими человека. И помнят, что он позабыл, И вечно они умирают В расцвете каких-нибудь сил. Но главное то, что посмертно И сотни, и тысячи лет Вам преданно и бескорыстно Добычу таскает поэт. Здравствуйте, наши дорогие ветераны, Уважаемые зрители. Вас приветствует театр книги Корноватка. Да, это слово пишется через букву О. И я позже объясню, почему и как. Наш театр существует с 1996 года При Ивановской библиотеке для детей и юношества. Именно тогда, 17 с лишним лет назад, Наш театр и возник в старом доме По улице Крутицкой, 9. Наш театр необычный. Вот, чтобы нас вспомнить, друзья мои, Надо посмотреть вообще все наши спектакли. Ну, представьте себе, Вы пошли за белыми грибами. Вы знаете тайные места. Вы набрали эту прекрасную добычу. Прикрыли тряпочкой. И стоите на остановке автобуса где-то. Около Березовой рощи, предположим. Люди задисливо видят шляпки грибов. И спрашивают у вас, что набрали грибов-то. Да, да, набрали. А где взяли? Да, там, в одном месте. И всем хочется посмотреть и оценить этот урожай. И обязательно разведать это место. Вот и наши спектакли. Все спектакли, когда посмотришь, Вот только тогда и поймешь наш интеллектуальный урожай, Который мы заложили в наши спектакли. Спектакли наши эксклюзив. Что это такое? Их нигде больше нет. Мы их написали, мы их сыграли. Из чего складываются наши спектакли? Ну, раз мы живем, существуем в библиотеке, В любимой библиотеке, Это, конечно, в основе всегда книга, Которых мы перелопачиваем просто сундуки, Завалы книг. И только тогда успокаиваешься, Когда ты находишь то зерно, которое тебе нужно. Конечно, почти во всех спектаклях есть критический элемент. И многим спектаклям подшествуют дальние экспедиции, Сведовательские. Где-то посиделки в архиве, Когда ты должен докопаться до сущности. Наш основной зритель, Это, конечно, в общем-то дети. Начиная с детских садов, школах, Студенты колледжей и вузов. Потом все-таки педагоги, методисты, Клубники, библиотекарь, который приезжает. Ну, в общем-то, наш основной зритель, Это ребенок. Милые мои зрители, Вы все были детьми, так ли? Были? Ну, значит, вы наши. За 17 лет Наш театр прожил очень яркую жизнь. И в его жизни в театральной Было много разных моментов. Но было детство, как вы видите, И зрелость. Была юность. Все тут было. Вот в такой шутливой картинке Мы хотели вам показать, Что, конечно, театр прошел Какой-то большой путь. И когда я глядываюсь назад, На эти 17,5 лет, Вспоминая все, что мы сделали, Где мы бывали, Я сама на себя удивляюсь, И иногда мне даже хочется Вспомнить такое шутливое детское стихотворение. Увидев свой хвост, Удивилась змея, Не может, друзья, Это все еще и я? Часто нас спрашивают, Что это за название «Карнавалка» Это старинное слово, И нам хотелось бы вам расшифровать, Чтобы не было таких досадных ошибок В каких-нибудь рекламках. Итак, 17,5 лет назад Мы уже создали свой театр, Мы еще никакого названия не имели, Уже нарастал репертуар, Мы уже пользовались успехом, И подружились с Ивановским композитором, Членом Союза композиторов России Натальей Борисовичей Пининой, И она нам сказала, Девочки, ну вы как-то обозначьтесь, Кто вы, Как вот вас называть, Когда о вас говорить, Не просто, А библиотекарь, Библиотекарь книги выдалит, Их дело искать, Поиск информации людям предоставлять, А вы-то что-то другое, И мы как раз съездили перед этим в Плёс, И музейные работники в Плёсе, Музей нам показали уникальную такую корзиночку, Она была такая плотная, Старинная корзинка из корней сосны, Смазанная специальным составом, Что с этой корзинкой не только ты мог пойти За грибами, ягодами, И ничего не высыпется, Даже можно пойти было на Волгу, Зачипнуть корзиночкой воду, Наловить рыбу и принести домой, И ничего ты не потеряешь. И вот мы решили взять это название, И вот так вот обозначить наш просветительский театр, И как бы этим самым сказать, Что корзина наша полна сокровищ знаний, И народных, и о жизни писателей. И мы будем надеяться, Что всё то, что слышат наши зрители маленькие, И вы сегодня, взрослая публика, Никогда не потеряется из вашего сердца и памяти, Всё, что вы услышали, Пусть оно осянет в душе. Кто же всё-таки идейный вдохновитель, Вот мы же появились до Наташи Щербининой, А кто всё-таки первый дал толчок, Чтобы появился такой театр? Идейным вдохновителем была Лариса Ивановна Шиляева. Это известный общественный деятель города Иваново, Это педагог, художник, филолог, Она очень много работает с детьми-инвалидами, В своё время именно она организовала Великолепные литературные пушкинские балы, И они сделали вклад интеллектуальный В развитие подрастающего поколения нашего города. И вот Лариса Ивановна, Когда я только ещё пришла в библиотеку работать, Она нам с Ириной Голубевой тогда, Сейчас Ирочка уже вышла замуж, Детка-регулист, Смирновая, Она нам сказала, Девочки, сделайте вот такой какой-нибудь доклад, Возьмите фольклорную тему, Какой-то народный праздник, Сделайте такую яркую, какую-то интересную беседу, Потому что ведь это были 90-е годы, И разрушилась наша страна, И как-то и культура дала креном, И Лариса Ивановна сказала, Надо поднимать нашу культуру, И прививать вот маленьким детям, Вот с Азов начинать, Чтобы они знали, Вот что такое Родина, Что такое Русь. Давайте, девочки, Будем на эту тему работать. Ну, а я сказала, Разве можно о фольклоре, О данных праздниках, Об обрядах обычных, Говорит сухой такой лекцией. И мы сделали спектакль. Вот за эти 17 с лишним лет Мы написали более 60 уникальных спектаклей, Не побоюсь этого слова, Которые сыграны не один, Не три раза. За эти годы они сыграны тысячи и тысячи раз. Мы выступаем в Иванове, Во всех школах, детских садах и так далее, Я уже говорила. Мы выступаем по всей Ивановской области, У нас есть много подшеркных сад. И мы ездили и за пределы не раз. Мы выступали в городе Артамасе, Нижнем Новгороде, Геленджике, Ставрополье, Ульяновске, Архангельске. Но особенно нас привлечает Санкт-Петербург и Москва. Мы дружим с Гайдаровскими библиотеками Этих двух столиц северной и нашей Москвы любимой. И вы знаете, если вы придете к нам в наш скромный зал, Не табло большую, в нашу библиотеку, Вы увидите целые коробки благодатственных писем От наших зрителей. Но все-таки лучшая награда – это именно зритель. Начинали мы с фольклорных спектаклей, Таких, как «Русская семья» все времена года, «Русская ярмарка», «Пестушки», «Материнская крестьянская культура», «Театр петрушек» мы рассказывали, Откуда и какой он бывает. Или, например, «Сорок-ривиден», «Ивановские сказы», «Ткачак» и так далее. И народные спектакли, Они полны всевозможных примет, Загадок, обрядов, потешек, небыличек. И, конечно, как я уже говорила, Мы все имеем специальное педагогическое образование И какие-то азы актерства нам, конечно, давали. И мы посещаем мастер-классы актерские, Продолжаем работать, Собираем большую библиотеку об актерах, Читаем, учимся этому. Большой школой является и посещение Всевозможных театров, выставок. Но все-таки главный учитель – Это простой-простой народ. Мы наблюдаем, как говорят наши соседки, Как говорят бабушки в автобусах, Вспоминаем своих родных бабушек. И, конечно, одна из главных граней актера – Это уметь все-таки хорошо говорить. Я вспоминаю одну забавную историю, Когда несколько лет назад я ехала Где-то ближе к автобокзалу на маршрутке, И водитель был такой милый, воспитанный. И женщина ему сказала, «А вы сейчас вот не остановите!» И он так любезно ей ответил, «О, Каньёфану, Каньёфану!» Он был очень мил, Но вот уже мы бы его не взяли к нам в театр, Потому что он, видите, не уговорил букву «Ша». И все наши вот эти говр чёткие, Которые мы в себе вырабатываем, Это, конечно, в основе лежат именно народные скороговорки, Которые мы и с детьми учим, И сейчас вам немножко продемонстрируем. Ну, например, Может быть, вы все ещё от своей бабушек, Я лично от своей, Слышали такую скороговорочку. Расскажите про покупки. Про какие покупки? Про покупки... Про покупки мои! А то есть немцы какие-то говорят. Или, например, кто хочет разговаривать, то должен наговорить. Так правильно, не надо, чтобы у вас все приятные. Мы будем разговаривать и будем говорить так правильно или не надо, чтобы у вас все приятные. Ну вы знаете, дорогие друзья, вот уже у нас были прекрасные спектакли, сказочные, фольклорные. Мы процветали в нашей библиотеке, которая 16-17 лет назад, она была только после ремонта. Зимний сад, белая шторм, раморная лестница. Мы добрые, ласковые, дети нас любят, педагоги к нам ходят. Все чудесно, мы просто как в районах ходили. А стоит только выйти за дверью библиотеки, завернуть за угол, а там курит подросток, матерятся. В автобусе тебе места никто не уступит и так далее, и так далее. Прочветает хамство, причем с молодых ногтей. И мы стали задумываться, значит, если мы закроем глаза, или оденем себе на глаза розовые очки, и будем говорить, что у нас все прекрасно, мы лично хорошие, мы ничего плохого не делаем. А в это время там на улице тоже наш народ, наши дети, которые будут жить с нашими детьми и внуками. И мы стали думать, что надо расширять свой репертуар. И стали меняться немножко. Мы подумали, что же такое сделать подросткам, с которыми так трудно работать, начиная уже с 5-го, 6-го, 7-го класса, когда им не нужны ни сказочки, ни фольклоры, которые уже тебя воспринимают с критикой, с таким недоверием, с понабрежением. И мы решили, что будем ставить спектакли о жизни замечательных писателей. Детских, взрослых, попозже стали уже брать, и взрослых писателей. А как мы будем о них ставить спектакли? Мы будем показывать их жизнь и творчество. Какой-то яркий момент именно, как этот человек сумел преодолеть трудность в своей жизни. И как бы это будет примером нашим зрителям. И стали писать такие спектакли, я вот сейчас перечислю их, огромное множество. Они пользуются все успехом. Мы не стыдимся. Я могу похвастать, хорошему похвастать, сказать, что провалов нету. Ребенок сидит, слушает, загорается, подходит после спектакля, заглядывает тебе в глаза, а ты незаметно его и погладишь. Это так называемая арт-терапия. Потому что, может быть, детям очень не хватает разговоров по душам. Я не вижу в школах, чтобы был час разговоров по душам. В основном сложные программы, программы, ЕГЭ, подготовка, там, кружки, студии и так далее. А где же увидеть, почему ребенка плечи опустились? Почему ребенок забежал весь склокоченный, а может, его в тихарях в коридоре подло ударили, а тебе учители улыбнулись? Вот мы стали делать вот эти спектакли для того, чтобы душу ребенку зайти и там начинать вот что-то красивое делать. Потому что дети сейчас очень с изломными душами. Они брошены. Брошены государству, по большому счету. Вот только знание, потом работа, а душа. И мы такие спектакли для них написали, как, например, о братьях Грин, об их очень трудной судьбе, о Пушкине, о Гайдаре. Мы о трагической судьбе Агнии Барто. Не просто детские веселые стихи, а ее драмы. Она ведь сына потеряла в конце войны. О Харасе, который погиб в блокаду. О Свифте, который незадолго до своего полного сумасшедствия отдал все деньги сумасшедшей до Лондона, чтобы такие, как он, несчастные люди тоже смогли вывернуться из таких страшных ситуаций. Мы написали о Маршаке, который втихаря посылал деньги жертвам геноцида еврейского. Мы написали о Михалкове в прошлом году в Москву ездить, в спектакль на столетие Василия. О Даре, Владимире. О Гофпане. Тоже там трагическая судьба. Ну там и веселого, и яркого, и интересного, но и драмы. Чтобы дети, знаете, как жили все-таки, по какой схеме? Как сказал один поэт, душа должна питаться болью. И только тогда она будет настоящей душой. А не просто веселые клоуны и больше ничего. Когда уже дети подрастают, это уже начиная с 8-9 класса, мы предлагаем им спектакль об Анне Бараковой, которая три срока отсидела в сталинских лагерях, о Боголе, вы сами знаете его судьбу, о Марине Цветаевой, о Бальмайте, о Чехове, о Маяковском, о Есенине и так далее. И самое главное, хочу сказать, что появилась и новая форма работы. Это театрализованные лекции со слайд-презентациями. Это детям очень сейчас современно, понятно. Они все в ноутбуках сидят, могут видеть сразу много разной информации. Тут идет реклама, там какие-то письма, здесь он доклад пишет и так далее. Они привыкли видеть экран перед глазами и хорошо воспринимают то, что мы говорим. И вот сейчас, друзья мои, я завершаю свой рассказ о нашем творческом пути, о нашем игрании в театральном. И хочу предложить вам небольшую такую концертную мозаику из разных номеров, из разных наших спектаклей. Программа будет небольшая, 7 концертных номеров. И вот сейчас первый номер, это как раз часть нашей беседы о 1812 годе, который мы 33 раза в 2013 году рассказали в разных детских аудиториях. Это патриотическая беседа. Ирина Смирнова, актриса нашего театра, вокалистка, исполнит вам песню «Генерала 1812 года». Музыка Андрея Петрова, слова Марины Цветаевой. Ирина Смирнова, актриса нашего театра, вокалистка, Ирина Смирнова, актриса нашего театра, вокалистка, Ирина Смирнова, актриса нашего театра, вокалистка «Генерала 1812 года». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие друзья, сейчас актеры театра книги «Картоватка» покажут вам отрывок из фольклорного урока спектакля «Ах ты, лето красное». Давайте мы с вами сейчас перенесемся на много лет назад, попадем в старинную русскую деревню на Покос. Покос! 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 А вот эти вот зубчики, я тебе здесь всегда вышивала, она пришила, Катюшенька, это привет Яриле, нашему солнышку, а оно, благодарное за эти узоры, так сделано, что у тебя, Катенька, никогда и поясница болеть не будет, и локоточки ныть не будут, сдай себе, работай на работу. Коли эта рубаха в работе мне помогает, тогда давай, бабушка Арина, работать, работать, да и правильно, сегодня, как только вышли мы со своей избы, как пахло цветами, да и травами, а это завсегда примета к дождю, надо работать, да и не похвурится, давай, правда уж, работайся, коса пока роса, а роса долой и вы домой, давай уж, молча, не дашь, бабушка, давай, не будем, пока. Что такое? Ой, моя жена, это ее полудницы, полудницы какая-то, как и шутки, ну не плачь, а ну не реви, давай, садись, она с дожочек, ну-ну-ну-ну, не плачь, да свадьба-то заживет, ну-ка, где тут у меня повязочка, ну-ка, давай, ну-ка, 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 дай-ка потуже, вот так, о, вот так вот, вот, миленькая моя, ну, не надо плачать, ну, что ж делать, уж так оно получилось, Бог терпел и нам верил. Бабушкина, а что это ты говоришь, меня по ноге полудница, это кто полудница-то? Ты зачем только я сказала ей это? Котя, давай поедим, я вот хлебушка прихватила, вот и водичку, чуточек вот, ну-ка, давай-ка сейчас вот так хлебушка, бабушка, бабушка, А слушай, давай-ка иду на колодец, а там бабоньки шушухаются, и вы так же полудницу, мол, на поле разыграете. Так. Но я подхожу и говорю, а кто это полудница? Я не тебе сказал. Какой-то? Сказали-то, моложе, и правильно, и нечем, но не всем можно знать про полудницу. Кать, а лучше давай хлебушка-то-то поедим, а? Я не хочу глупой быть, ты мне скажи, я никому тайну не выдам. Ладно, скажу, иди сюда. Вот ты мне скажи, Катюк, сегодня, я раза два-три говорила тебе, Кать, давай остановимся, чуть-чуть поедем. Было дело? Давай. А ты что, работать, работать? Я говорю, ну, я так немножко попел, ты что, работать, было дело? Вот оно там вот так и получилось. Только, Катя, на-ка, возьми там хлеб, водички, а я посмотрю, нету ли кого поблизости. А то ведь он мне, знаете, как за это попадет. Сказали, опять Арина Кузьминична, ну это я, Корзиркина моя фамилия. Сказали, опять ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Ага. Катя, пока не ко мне, я расскажу и тебе, и народу, кто ж такие полудницы. Катя, ты у нас в деревне, помнишь, дядю Федю-то? Дядя Федя, здоровый мужик-то. Жадный такой, он круглые сутки два. Он жадный не просто на деньги, он жадный на работу. Ну уж правда, работает, так уж не знаю, зачем так-то сильно. Вот мы косим-косим, цельный день. Вечером, ни живы, ни мертвы, пойдешь домой, упадешь, заснешь, ничего не помнишь. А мне нера старая, глядь, и бессонница навалится. Вот скачу серед ночи, ни в одном глазу. Думаю, надо бы поспать, завтра на работу, а мне не спится. Ну я пойду водички-то попить, скажешь, не только начать. В окно погружу, ого, ну луна-то копая светит. Смотрю, Федя-то наш, сосед-то, днем накосил больше всех, и даже ночью, при луне, косит-косит. Ну, представьте себе, ни спамщи, ни евши, мы утром проснемся с Катюхой, пойдем, говорим, Федя, ты чего не отдыхала? Говорит, некогда мне, некогда. Ну, значит, я опять и косит, уж вторые сутки. Без продуху-то все косит, тут у него венуты и внуки, вот так вот. Средь бела дня? Вот средь бела дня он вот так вот схватится. Ой, мамочки, ему бы лишь бы только до стажочка-то дойти. И среди бела дня приляжет на стажочке-то, и как? Хлазки-то вот так прижмутит, чуть-чуть, только чуть-чуть видит. И когда уж он задрогнуть-то начинает, вот тут эти полудницы-то они... И являются это духи поля. Они живут-то на тучках, а смотрят на поле, как там порядка нет. Руки у них горячие, они вот так вот ш-ш-ш-ш, прижмут к тучке-то, дырочка образуется, они туда поглядят. Ага, видят, мужик серед бела дня завалился отдыхать. Они раз из тучки-то вот так вот лесенку-то выпустят золотую, и подой лесенки к нему. Они вот такие, как ты, девки, только тела у них прозрачные, руки огненные, волос огненные. Ну и наш Федя-то только завалился, только спал. Хрять! А эта девушка-то ближе к нему, ближе. У него сердце аж от страха замерло. Она к нему близко подошла и... И давай его-то, всего поцелуй. Ну это понятно, за что их бабоньки не любят. Кому это интересно, чтобы его мужика огненные одежды? Но знаешь, ничего с мужиками не станет. Чуть-чуть полудница поцелует, а не позволишь ей, мужика валяющегося на поле-то, средь бела дня целовать, она осерчает, тебе молнию, град напустит, червяков, жуков урожай не будет. Главное, полудницы порядок любят. Вот он вот поработал, а вот тут он, вон как в школе. Есть уроки, есть переменка, есть четверть, есть каникулы. У людей есть работа, а летом-то чего бывает? Отпуск. Отпуск. В общем, полудницы любят порядок. Бабушка Арина, ну видать, они меня наказали, чтобы я отдухала. Вроде как голоса держались. Откуда? На попросе. Кто здесь, а? АУ! Девят, а наш, дядя! Батюшки, это же внуки мои, Лёвушка, Сонюшка миленькая. Ну ты уже будешь, ну как добрались? Как вы тут очутились от Соня? А мы покушать принесли. Покушать принесли? Так вы через лес шли, пусть-то не длины, а в лесу-то Лёва волки. Я эти волка. О! О! А чего я её боюсь? Весь в отца, весь в отца. Ну, давай, Семисля, садитесь. А что же бабушка засыпалася? Садитесь, ребята, воз меня, это полудни, сетва ноги швам. А Катя поранила ножку. Ага. Кац, не плачь, до свадьбы заживёт. А какие добрые нет, Аминьичич. Скажите мне, Лёвушка, чего вы нам принесли тут перекусить-то? Молочко. Ой, Соня, ковшинчик. Откуда тёплое парное молоко? А я уже козочку подарила. Козочку подарила, труженица моя. Я молочка отпула. Ну, я попью. Ой. А что это молоко-то? Ну, как на дне. На дне. Так, где молоко-то? Прости вас, папа, мы немного попили. Немного попили. Ну, ладно уж, тогда и допивай, ничего тут осталось-то. А ну, как будет водичка вон с карнавадки. Ой, а что это у тебя, Сонечка, в руках-то? Земляничка. Ой, дай меня понюхаю. Ой, хороша. Ну-ка, Катюша, угощайся. Дай мне только первую земляничку. Самую первую земляничку. Я думала, ещё нет урожая. А ну-ка, в Белёвушке в карман положим. Запомните, добрые люди, первую земляничку всегда в карман положим. И будет у тебя богатство. А нам как раз надо, чтобы Лёвушка у нас хорошим, богатым хозяйством. Садись вон, все ноги вклили. Да, вон она, вон она. И комары пощёлкали, погрызли. Бабушка Арина, я так лето люблю, а ты? Ну, кто ж не любит лето? А ведь летом, как в районах, ребятишки, скажите, птичек слышали в лесу? Слышали. А бабочек? Да. А цветочки? Да. Ну, летом, как в районах, хотя летом работы шинка много. Катя, не знаю, только как вот будем с своей ногой прямо не с вами. Бабушка, а сколько же больших праздников? А ведь погулять надо. Ну, молодозеленно гулять велено. Конечно, и праздники есть, и мелкие, и крупные. А вот нам бы, главное, крупные летние праздники хоть бы запомнить. Сейчас нам, Лёвушка, это он постарше, чем Сонюшка. Погодки они у нас, ага. Ну-ка, Лёва, скажи, сколько летних месяцев? Двенадцать. Вот тебе она. Как двенадцать? А, Соня, сколько же летних-то месяцев? Штоты, только три. А ну, подумай, почеши затылок-то. А, точно. Сколько, ну-ка, назови летних. Июнь, июнь, август. Вот так вот светлая твоя голова. Смотри, а то летная, ага, каникулы уйдешь, а через год придешь. А праздник, как летний. А вольный, баба, сейчас мы сходы и садимся. А ну-ка идите, бабушка, он и то стоит на ногах. А не скорее бы присеет. Вот так, возьмите Еву и ручку крепко, как будто у вас золотая книжечка. Вон, ну-ка, чтобы я не могла погнуть-то. Вот она, золотая книжечка. А на правой руке перышко, как будто золотая, крепко держит. Вот так, чтобы не... Ну-ка, да и Катя твоя. Вон на какой перок. Пишите в золотой книжечке. Июнь. Написали? Название первого большого праздника. Троица. Точку ставь. Или второе длинное название. Пятидесятни с савона не влезла. Вот сюда надо записать. Ой, бабушка проказница. С малыми савона останешься. Пишите теперь второе название праздника. Второй месяц какой? Июнь. Точно не декабрь. Ну ладно, пишем. Июль. Число счастливое. Ну-ка в солнце помакайте. Ох, золото червило. В солнце. Пишем семерку. Седьмое, значит, с июля. Праздник. Иван. Купал. Ох, сделай вот так вот. Ох, крепкое. Ох. Ну-ка я проверю. Ох, крепкое. Ох, вот оно. Вот так. Потому как Иван купал, а древний бог воды. Обязательно надо искупаться. Только поосторожнее. Я, конечно, не пойду купаться. Потому как стара стала. Я уж в баню сходи. А уж мы на речку пойдем. Плавать, докупаться. А ночью это через костры прыгает. Ну, чтобы от всякой нечистой силы вот этот сарапан почистить. Пиши теперь третий, третий месяц. А ну покажите, чего у вас в ручке. Ой, ой. Вот так бежите. А кто ручку-то в черный лицо совал, а? А ну-ка почистил. Что это вы? Когда вы успели слазить-то? Ну-ка почисти. Там не понять, чего у тебя на директор. Ну-ка. Пиши. Третий, значит, месяц. Амгуст. И пишите. Соня и ты, Илевушка. Вашу любимую оценку. Двойку пишите. Ага. Двойки любите? Нет. А какие любите? Пятерки. А вот все-таки пишите. Второе августа. Праздник Ильин день. Ох, и гроза будет. А вы ее не бойтесь. На голову сухополотенца оденьте. В избе отсидитесь. А там после грозы-то и будут спасы. И яблочные, и медовые. И оресовые. Вот так. Бабушка Арина, бабушка Арина. А я более всего, а все равно троицу июньскую люблю. Всегда с девчатами пьем такие красивые венки. Уходим далеко из деревни в лес. Это они кумуются. А вокруг березоньки караводы водим. И обряды делаем. Кумуемся, чтобы никогда не ссориться. Катюша. Вы могли бы людям-то рассказать, как надо кумоваться. Да только мы. Это только девкам можно делать. А парни-то. Ну-ка, Лева, отвернись. Отвернись. Не подсозь. Так. У меня там в зале-то мужчины есть. Мужины. Только вот так разрушаем. Шибкой. Чтобы никто не знал, а то и знаете, как мне попадет. Давай, Катюша, потому как это девки делают приедение в лесу. И каких мужиков? Что? Давайте. Вот такую песню надо петь. Ты береза, ты моя береза, ты гудрявая моя береза. А я думала, думала, сидела, гадала, всю я ночку не спала, плакала, рыдала. После этого говорили специальные слова. Уж ты, кумушка-кума, подгумимся мы с тобой. Не праздниться, не ругаться, не колички казать. После этого три раза целовали сквозь свиночек. И самый дорогой для тебя подарок дарили тому, с кем ты не хотел ссориться. Хыскавей. Вот такой вот у нас обряд. Вот оно. Бабушка, Лена, спасибо тебе. И тебе спасибо, милая моя бабушка, не забыла. Ой, что-то небо-то мурится. Посмотри-ка, как угроза деревьев. Деревье царь с морем. Вот оно. Вот здесь все, все. Мы бежали. Все, что не начали. 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 Вы, наверное, узнали приматому российского статуса Элла Борисовна. Дело в том, что актеры театра книги «Карнавадка» собрали всю свою зарплату, купили мне билет, и вот я здесь, чтобы сегодня поздравить вас с праздником. Дело в том, что, вы знаете, у меня прибавилось свободно, Максим оказался таким надежным отцом, что отпустил меня сюда. Для того, чтобы подарить и актерам театра книги «Карнавадка», и всем вам, дорогие друзья, миллион алых раз. Пожалуйста, включите меня. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Ну, мы всегда стесняемся комплименты распринимать. И когда они мне сказали, ой, вы, видать, похудели, ну, на это платье не гавит, а я хотела сказать, да что вы, я уже давно за 70, не успела я сказать слово килограмм, как эта женщина в ужасе бросилась к своим коллегам и сказала, девочки, Ольга Леонардовна, мне давно за 70 лет, а как она неплохо выглядит. Вот такие балагуны у нас в семье были, и мой папа музыкант, и дед музыкант, я горжусь своим дедом, он первый из авторов, их была целая команда, которые написали знаменитую песню военных лет, «Огонек на позицию», «Девушка». Дед учился с главой Шульженко в Харькове, работал в театре Красной Армии, и вот там был такой конкурс, что он написал эту песню. В общем, он был такой человек, прошел много воли, писал о музыке, и он был музыкогета. Я у него спрашивала, дедушка, а вот у вас женщины есть в Союзе композиторов Украины, которые тоже о музыке пишут? Вот ты музыкогет, а их как зовут? Он говорит, музыкогетьма. И дед мой был в страшный шутник. Однажды мы шли по Киеву, и там, значит, около консерватории магазин был конфетный. И, ну, типа, знаете, рожь, там, золотая рожь, на конце каменный огромный мягкий знак. Ну, каменный, знаете, нахренеть такая. И вдруг, все-таки, это центр, там, троллейбусы, трамваи, колыши, улицы, и вот эта каменная лепка, она начинает немножко осыпаться. Особенно сейчас, после события, там вообще все осыпалось. И вот мы, значит, с дедом идем, это где-то начало 80-х лет, идем с моим 90-летним дедушкой, у него такая лысина, два волоса торчат на голове. И вдруг кусочек камня от надписи падает, ударяет ему по лысине, и прямо даже кровь выступила. Мы напугались, старый дед, мы не досмотрели. Дедушка, что с тобой? Он так камень этот с головы встряхнул, посмотрел и говорит, ну, слава богу, что мягкий знак упал, а не твердый. Когда дед рассказывал много тоже театральных баек, когда один его друг, старый актер, поехал куда-то впервые выступать в Приморский город, никогда не видел море, нырнул и бах, и потерял столную челюсть. Боже, вечером спектакль, где сейчас такой зубик, кто ему сейчас сделает, он не знает, что делать, на нем держится весь спектакль в ужасе. И какой-то смелый парень на берегу бросился в море, нырнул, вылазил челюсть, подбежал, говорит, это челюсть или какая-то другая? Как будто там полно уже моря валяется через теле. Вы знаете, когда я была совсем маленькая, я смотрела, как папа в далекой Сибири, в клубе, шахтерском ставил оперетты, «Вольный ветер», «Волга-Волга» и так далее. И я, значит, тоже хотела стать актрисой. И помню, значит, мне было 7 лет, и мы ставили сказку, но на украинском она звучит так, «Пан Котский». Помните эту сказку, детка, про котика, который составился, хозяин его выкинул, он встретил в лесу, и... встретил в лесу, и мне подают там специальные театральные знаки, которые говорят, что я закручивалась. А вы еще можете послушать? Потому что мне хочется вас повеселить. Это мой хлебушек с маслом, как говорил папа. И, значит, мне предложили роль лисы, мне было всего 7 лет, но я отнялась к этому очень и очень ответственно. Ну, во-первых, я сходила сглубь, где работал папа, мне там по плату дали, в сарафан, в настоящее время я посмотрела сказки, где лисы изображаются в кокошниках, в сарафанах. Вот я выбрала себе такой костюм. Я пошла к нашему главному инженеру в поселке Шахтерскому. Я знала, что он охотник, что буквально на днях он убил шикарную лису, что у него есть эта шкуля, я прошу сказал, здравствуйте, вы знаете, я сегодня у меня дебют, я играю в лису. Вы не могли бы мне отрезать лису, чтобы я ее на булавке сюда приколола? Он отрезал ее, он увидел, я настолько серьезна была. Осталось только найти морду лисы. Я вспомнила, как на Новый год, опять же, в клубе около елки, один счастливый мальчик, видимо, в каком-нибудь журнале пионерском, вырезал такую тонкую маску лисы, знаете, вдвоем складывается так, и он надевал ее на себя, и был настоящим лисом. Я умерла от зависти. У меня таких костюмов не было. Я подошла к этому мальчику, я сказала, что ему отдам любые конфеты, которые мне когда-то будут давать, что он мне дал эту маску. Он сказал, смотри, не порви ее. Когда я ее взяла, она такая была уже грязная, что вот эти веревочки, которые мы завязывали, они уже просто вот выпадали оттуда. Я побоялась порвать ее, и тогда я придумала, как же выйти из этой ситуации, чтобы не нарушить чужой атрибут. Я ничего умнее не могла придумать, как взять картошский клей, густо намазать лицо, приложить маску, постоять 10 минут, и я стала настоящей лисой. С портфелем, с хвостом, с сарафанем, с лицом лисы я отправилась и прекрасно сыграла свою роль. Когда закончился спектакль, Анна Николаевна, наша классная проводник, сказала, ну, Олюшка, мы теперь уж маску снимаем. Я говорю, она не снимается, она навсегда. Ну, меня отмачивали в бочке, там такие рамы были, папа сказал, вот она, жертва искусства. В прошлом году мы играли в одном детском саду наш фольклор весенний. И там мы детям в рамках народной культуры очень красиво потихонечку рассказываем о беременных женщинах, о будущих мамочках. Потихонечку, потихонечку мы рассказываем, как вот эта женщина, кто-то делает все, и как их все деревни любят, оберегают. И я детям говорю, вот даже водик у тетненьки Натальи большой. Чего это значит? Дети все говорят. Ну, это значит, там ребеночек. Я говорю, правильно. И вот мы играем, играем в спектакль, и в конце, она как будто где-то там зашила, ну, где-то в конце деревни, где-то там далеко родила, и подарила мне подарок. Я забегаю, такая бабушка-поведуха в красивом ярком платке, и внученька Катеринушка моя спрашивает, бабушка, откуда у тебя этот чудесный, красивый платок? Я говорю, да это Наталья подарила. Я ему не так подмогла. И говорю детям, был у ей животик, а теперь речи нет. Куда он делся? Дети задумались. Один мальчик тревожно подошел ко мне и сказал, может он лопнул. Я говорю, да нет, не лоп, обошлось. Ну, и еще хочу последнее что-то сказать вам. Да. Друзья мои, мое отчество не все могут правильно произнести. Когда я начинала свою педагогическую деятельность и вышла первый раз на работу в детский сад музыкантов, я вспомнила, как нам в Кенешевском педучилище на музыкальном отделении сказали, дети должны уметь произнести ваше имя. Поэтому вы, им это прямо в голову втолкуете. Я пришла к детям первый раз на занятия, посадила этих малышей, трехлетних, говорю, меня зовут Ольга Леонардовна. Запомните. Прихожу на другой день, они встречают, говорят, здравствуйте, Ольга Леонардовна. Я очень огорчилась, сказал, мой папа не бутылка лимонада. Он, Леонард, это очень похоже на леопарда, понятно? На другой день, естественно, когда я пришла в садик, они сказали, здравствуйте, Ольга Леопардовна. Я говорю, ну, мой папа человек, они зверь, Леопард, они там не в зоопарках. На третий день я прикажу, они говорят, здравствуйте, Ольга Зоопарковна. Но все, кто любит Чехова, знают, что его жену звали Ольга Леонардовна Книппер. И вот поэтому, когда дети постоянно, и даже взрослые ошибаются, называя мое имя отчество, я и решила рассказать о Чехове, начиная с имени его жены. И получился спектакль, который называется «Ольга Леонардовна плюс Ольга Леонардовна». И сейчас вы увидите небольшую сценочку из этого спектакля. Вы попадете как бы в гримерку Московского художественного театра в начале 20 века. И вот вы узнаете, как говорили о Чехове тогда за Кулисье. Столько дел, столько дел. А все равно люблю свою работу. Как же не любить, когда ты работаешь в Московском художественном театре. Ну я так, на подхвате. Ну вот, костюмы глажит. Или вот, парики. Ага, парики расчесываю. Гладить костюмы? Сегодня Мелисида приедет. Как я ее не люблю? А почему я ей прислушиваю? Она такая злая. Всегда кричит на меня. Это, ага, вот ее. Колотой. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. На ее стул садиться нельзя. Это у нее плохая премьера. И всегда сошли. Как бы я тоже хотела стать актрисой. Знаете, такой, 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 как Ольга Леонардовна, книги. Какая она красивая. Сколько у нее поклонников. Она всегда ждет только своего Антона Павловича Чехова. Все спрашивает. Нет ли писем от него. Я каждый день письмо ей приношу. У Мелисиды чего там пиле? Ах, это ее любимая зя. Ой, а это зачем? Мелисида Спиридоновна. Я ее так боюсь, знаете, и всегда имя ее путаю. Золотопупская Мелисида Спиридоновна. Теперь точно не перепутаю. Не перепутаю. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ой, чего только нет. Актриса. Как это чудесно. Как это здорово. Быть актрисой. Ой, иногда порой запечтаюсь, когда гостюмы плажу. Вечно спалю какую-нибудь жилетку или накидушку Бедный мой Мелисидюбка наругается Смотрите-ка Одного листка-то не хватает Ой, вот же он По дороге потерял Плохая примета Ах и Мелисида Спиридоновна Терпеть не может Ольга Леонардовна Завидую И Антона Павловича Смотрите-ка А речь-то всех своих Любимых актрис Учит Вот монолог Ольги Леонардовны Из Чайки Ой, как бы мне хотелось Оказаться на сцене В красивом платье И сыграть когда-нибудь Нину Заречную Вот представляю Как Ольга Леонардовна читает И всегда за ней повторяю Люди Львы Орлы И Куропатки Львы Страшно 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 И пусто 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 Выросла капуста Что это ты тут себе позволяешь? Да И ничего Молодокубс Золотокубс Золотокубс Мелисида Ой Да когда ты уже запомнишь Мое время Мелисида Мелисида Золотокубс Сапна Спиридонарна А что это у тебя в руке? А это не моё, это ваша, ну, ваша ролька. Что? Ролька? Учись, пока я жива. Страшно, страшно, страшно. Ах, ты ж не в актрисе ли собралась, дочь Суплёна? Её нету. Ну, рассказывай, что у вас было без меня в театре? Вчера Ольга Леонардовна к ней пел, на сцене блистал. Сколько было оваций, а сколько было цветов. Я аж устала носить в гримерку. Я так её хвалила и передавала все подарки. Она даже мне вот серьги подарила. Она, конечно, величайшая актриса Рухата. Я даже не знаю, вот если бы я только могла ей прислуживать. Ах, как её любит публика. Вчера её не отпускали, три раза на бис вызывали. Вот так вот. Значит, ты хочешь сказать, что она королева Рухата? Я... да. Ха! 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 Конечно. Ха! Займела себе мужа, писану. Отправила его далеко в Янту. Он ей рольки подписывает. А она умудряется заигрывать Саню Качалову. Да ещё глазки строит Немировичу Данченко. Та ещё немка. Да и какой... Какой Чехов писатель? Так, таганрогский провинциальшка. Да и отец-то его приехал в Москву только потому, что проворовался там в Таганроге. А здесь они спят. Все в повалку в подвале. Да, он и писать-то стал, чтобы прокормить свою семью этот Чехов. Но разве это плохо, прокормить семью? Разве плохо? По-моему, он прекрасный... Прекрасный сын. Прекрасный сын. Молчать! Показывал и торчать. Прекрасный сын проворовался. И прекрасный сын проигрался в рулетку. Да что вы... Это всё глупости. Это всё... Это всё неправда. Я вот слышала, что он Павлович, когда мне Ольга Леонардовна рассказывала, в Таганрогскую библиотеку отдал три тысячи книг. Я умоляю вас. Кому нужны эти книги? А вы посмотрите название его пьес. Ну, посмотрите. Три сестры. А ещё бы пять братьев приплёл. Ну, посмотрите ещё. Дядя Маня. Он бы ещё тётю Маню там и писал. Или там... Чайка. Ещё бы Селезень. Или Утка написал. А это, посмотри... Ну, это что, вишнёвый сад? Огуречный огород какой-то. Это ужасно. Что-то вы сами это репетируете? Или репетируете? А псевдонимы? Псевдонимы. Ну, да-да, псевдонимы. Я устала. Я ехала... У меня заплетается из-за. Ну, посмотрите. Что у него за псевдонимы? Поменьше нужно в славянском базаре добывать, чтобы язык не заплетался. Врач без пациента. Не хотела бы я к такому врачу прийти на приём. Или... Подождите, подождите... Антошечка... Лакейство какое-то. Или... Подождите, подождите... Вот ещё... А... Человек без селезёнки. Ой... Чем... Чем кормят в нашем славянском базаре? Непонятно. Откуда вы всё это знаете? Ну, откуда вы всё это берёте? У меня ведь есть уши. Я не глухая. И баба... Что он нашёл в этой книге? Вот мы с ним были идеальная пара. Он... Метр восемьдесят четыре. Я... Метр восемьдесят три. Нет. Хотя... Он ещё... Дон Шуан... Туберкулёзники... Они все такие. Ну, что вы так говорите? Пудрил-пудрил мозги этой. Ха-ха-ха-ха. Лидия Мизинова... Говорил... Ах, мой рахат, ну-ху. А потом взял и перебросился к Егорской. А... Это кто? Ну, кто? Лидия Мизинова... Это, ну... Мичка, приятельница его сестры Машки. Алика Мизинова переживает все страдания. А он не теряется, написал чайку. И вёл её... Заречу. И все страдания... Куда, туда, туда... Да, мало ли о чём говорить театральной пулисью. Ну, мало ли же, вы знаете, театр полуисплетен. Всё это неправда. А, нет. Да. Как-то он возвращался... Он там связался с какой-то... Японкой... Ну, что вы такое говорите? Это же неправда. Это же... Сюда... Что такое? Что я... Ой... Прошла! Прошла! Это же самое главное! В чём я буду выступать сегодня? Японка, пожалуйста. Ну, это переходит всякие... Японка, пожалуйста. Японка, пожалуйста. Вон! И служи своей пенипер! Даша! Вернись! И вообще, что у тебя здесь за беспорядок? Что это такое на столе? Сегодня приходил к маме это... Мужчина. Мужчина. Подожди, подожди... Наверное, проклонник. Ну, ну и что он? Что он? Такой... Не то чтобы Антон Павлович, Какой-то такой блюгаренький... И это вам... Да что ты понимаешь, мужчина! ...передал вот это... С запиской! Что это? Не знаю. Что это такое? Ну, посмотрим, посмотрим. Ах! Записка! Мелисида! На сцене? Ох! Ну, не надо, ну что вы! Не надо мне хвалить! Как крыса? На арене! Хи-хи-хи-хи! Ну, я не позволю над собой издеваться! Вон! Пошли! Я тебе покажу! Это ты, девчонка! Да, я крышу! Да! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 На музыкальном отделении. Я пришла после 10 класса, а все мои сокуршницы были после 8 класса. И я сразу поступила на второй курс, а они учились на первом. И на этом первом курсе они, оказывается, изучали специальную детскую анатомию. Ну, а я анатомию сдала в курсе десятилетки. И вот я уже сдала все госэкзамены, уже даже диплом мне выдали. И когда стали давать вкладыш в диплом, выясняется, что, оказывается, у меня вот нет зачета по такому предмету. Именно детская анатомия. У меня на завтра уже билет. Я уже еду к жениху, в далекую Сибирь. Какие экзамены? В голове после выпускного вечера полный туман. И я прямо не знаю, что делать, но начальство требует дирекции училища. Ничего не знаем. Завтра вы должны явиться и сдать этот экзамен. Боже мой, я беру эту анатомию. У меня в голове все кости, все там нервы, все это перепутывается. Я учу до самого утра в бреду, прихожу в училище, а перед тем, как пойти уже из дома, папа говорит, ну что там, я говорю, полный туман. Так вот немножко понравилась статья, череп, вот интересно, мозг, как человек устроен, остальное вообще в голове туман. И, значит, папа мне наточил карандаш 4Т тоненькой-тоненькой иглой. Наверное, такой тоненькой иглой рисуют пареньские художники на штатулочках. И из провокашки, знаете, да, тетрадочками или провокашки вспоминают, я вырезала на лобке такие две наклечки и тонко-тонко написала вот здесь вот себе подсказку. Здесь про чилик, а здесь про мозг. Иду в училище, девчонки мои, подруги стоят за меня, переживают, смогу ли я ответить. У меня в голове туман, я стучусь потихонечку. Тук-тук-тук. Двеночка со скрипом открывается, сидит экзаменатор, ей все надоели. Я в том числе, я захожу, говорю, Эльбера Федоровна, и делаю вот такое движение. Я что-то снимаю с руки, что мне мешает, растираю и сдуваю. Это были последние, где шпаргалки. Все, полная голодная пустота, Эльбера Федоровна, не обвиняемая. Я еще хуже. Захожу, говорю, здравствуйте, Эльбера Федоровна. Вот, значит, мне надо вот сдать. Она говорит, вот билеты берите. Я говорю, а можно взять то, что я очень люблю в вашем документе? Она говорит, а что вы любите? Я говорю, люблю череп и мозг. Она говорит, ну уж, берите, ладно, вот они, эти билеты. Кстати, возьмите в шкафчике муляж. И там такая голова человека, пластмассовая, она на таких крючках отстегается там. И, значит, там мозги в виде, знаете, вкладышей таких с копьем аж разного цвета. Там шучок, лобная часть, источная и так далее. Я всегда плохо сконструировала у меня было. Я мозги-то эти вырунула. Как я их не совала обратно, они не залезают, тут умри. В каком-то там порядке надо было подгадать. В общем, ничего не получается. Ну и что мне оставалось делать? Они не лезут туда. Я, в общем, один там кусочек желтого цвета, в общем, парку туда попрятала. Кое-как, завернула этот череп. Шкафчик так задок-задок. Десогрежем задранное. Спасибо, мне очень помог, ваш муляж. Она говорит, ну, рассказывайте. Тут у меня окончательно в голове все помутилось. И я начала так свой ответ. Голова человека состоит из черепа, набитого мозгами. Да, сказала Елена Филовна. Да, и вот, если взять голову человека и положить на пенёк, и взять остро-точенный топор, и отрубить голову, голова покатится и перестанет думать. Елена Филовна сказала, у вас сегодня никто пылью мешком за угол не сдавил? Что вы несёте? Я говорю, Елена Филовна, у меня там жених, у меня слава, понимаете? Я совершенно уже ничего не могу спать, она говорит, ну, ладно, идите уже отсюда. Поставлю тут, ну, идите, идите отсюда. Спасибо, Елена Филовна, вы достаете, идите уже отсюда. Я выскочила, девчонки счастливые, пойдём, мороженое поедем, мурна, всё позади, сдала, и слава тебе, Господи. Кто будет там те тройки проявлять в детском саду, как ты там знаешь, что. И вот, значит, я, когда уже побежала, я была всё-таки комсомолка, ответственная человек, я говорю, девчонки, а вот я подлянку подстроила Ливере Фёдоровне. А что такое, я говорю, представьте себе, лето. Сейчас у неё будут собирать все вот эти атрибуты. И, ауашина, выкинет из парка этот мозг, который я туда сундула. И она говорит, деньги платите меня проклинать, надо вернуться. Я говорю, да ты чё, она тебя прикрепит, я говорю, нет, я пойду, я честный человек. Я опять стучусь, тук-тук-тук. Дверство со скрипом открывается, Елена, что тебе? Наверное, думала, хочу пятёрку. Что тебе? Я говорю, Елена Фёдоровна, извините, пожалуйста. Мне надо, может, что сказать, она, что тебе? Я говорю, дело в том, что я оставила здесь мозги. Мозги, девточка, иди, девточка, иди с Богом. Я говорю, нет, ну, честная, как сомольская, я оставила мозги. Она говорит, какие мозги? Я говорю, такие жёлтенькие. А где они мозги? Я говорю, они там в парте лежат. Она опять отодвигается столом от меня. Я говорю, вот они и не влезли в этот ваш череп. Бросим их бежать скорее. Вот такая история была. Ну, а теперь мы всё-таки перебирайтесь к следующему нашему номеру. В этом году в нашей библиотеке объявлен такой, ну, порыв, можно сказать, благородный, чтобы война никогда не повторилась. И в репертуаре нашего театра, ну, пять мероприятий на эту тему. Это и «Дети на войне», военно-полевая сумка. Это и сороковые роковые писатели на войне. Это и «Песни военных лет». Это и спектакль о детях-блокадниках, которые лечились в городе Иванове. Называется спектакль «Тихо-звёзды-морцами». Это и спектакль о гибели Аркадия Гайдара под городом Камином. И так далее, и так далее. И вот сейчас мы с Ириной хотим подарить вам номер, который и вы сможете все нам подпеть, подхлопать. Вот как раз из нашего, как раз вот этой беседы со своей презентацией, которая называется «История военных песен», мы хотим спеть вам, как Ирошу, Ирочку, и приглашаю на сцену. Песня «Тихо-звёзды» 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 Они нам часто помогают, наши библиотечные инструменты. Ну и я думаю, можно еще и лучше озвучить, что я. В общем, пожалуйста. Удовольный руководитель театра «Мини-карнавад» Кашишкина Ольга Леонардовна. Ольга Леонардовна восхищает Ваша увлеченность. Николай Иванович так долго ждал, но вот его сейчас телефоном вызвали. Так ему хотелось вручить цветы лично вам. Но не удалось говорить, девочки, не подкачайте. Луиза Петровна, Ольга Леонардовна. Самый главный букет – это мужчины. Председателя всего городского совета ветеранов. Ольга Леонардовна, я думаю, дорогие женщины и мальчики, девочки, скажу, что все, кто соприкасается с Вашим творчеством, восхищает Вашу увлеченность, совершенство и мастерство перевоплощения. Вас любят взрослые дети. Желаем Вашему театру творческих успехов. Я думаю, что мы никогда не забудем теперь улицу Куркинскую Ольгу Леонардовну. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ